Новости на телеканале «Красная линия» Наш взгляд на главные события в России и мире Смотрите сегодня в информационной программе «Темы дня» В сентябре месяце нам отреют или газ Жить очень холодно стало, нам пришлось перебраться в Уфу с маленькими детьми Снимать там маленькую комнату В Белебеевском районе Башкирии многодетную семью оставили без тепла Дом признали аварийным и отключили в нем коммуникации, не расселив жильцов Если мы с вами сделаем так, что люди придут и проголосуют за нас Наша страна вернется в ближайшее время в перечень великих государств На встречу президентским выборам единый кандидат от КПРФ и широкого блока народно-патриотических сил Павел Грудинин провел встречу с потенциальными избирателями и сторонниками Есть явное опасение, что его кандидатура ломает какие-то заранее намеченные сценарии проведения избирательной кампании Что она вызывает большой интерес избирателей Предвыборная кампания набирает обороты Федеральные каналы начали информационный поход против Павла Грудинина Жизнь в руинах в Белебеевском районе Башкирии многодетную семью Несколько лет фактически вынуждали ютиться в бывшей котельной А затем здание признали аварийным и отключили в нем коммуникации, не расселив жильцов С подробностями Кирилл Гуцков Уроженка города Белебей Татьяна Певцова вместе с мужем и двумя детьми Четыре месяца назад была вынуждена перебраться в Уфу Старый дом в Белебее, где семья прожила всю жизнь, был признан аварийным и непригодным для проживания В сентябре месяце нам отрезали газ Жить очень холодно стало Нам пришлось перебраться в Уфу с маленькими детьми Снимать там маленькую комнату Квартира в здании 1950 года постройки досталась Татьяне по наследству от матери Фактически это не дом, а старая котельная В сомнительное сооружение семью заселили еще в 1994-м С многочисленными нарушениями при оформлении документов Котельную при этом объявили благоустроенным частным домом Сейчас чиновники называют Татьяну полноценной собственницей жилья Ремонт в котельной делать отказываются Переселять семью тоже Администрация не хочет давать даже комнату в общежитии Мотивируя тем, что у них ничего нет Хотя у нас, я прекрасно знаю, переселенческий фонд есть Ну, просто упрямится Активисты Всероссийского женского союза «Надежда России», действующего при КПРФ Оказывают Татьяне помощь Они уверяют, по закону женщине и ее семье обязаны предоставить благоустроенную квартиру Если жилое помещение признано непригодным для жилья и является аварийным То предоставляется равнозначное помещение по квадратуре Но при том не ущемляя права несовершеннолетних детей Но вместо того, чтобы дать семье Татьяны хоть какой-то кров Или разрешить построить на месте котельный новый дом Чиновники натравили на женщину органы опеки Они решили лучше отобрать детей И сразу стали давать запросы в службу опеки В службу социальной защиты населения В поликлинике давали запросы Нам деваться было некуда, нам пришлось увезти детей Но Татьяна не сдается При поддержке активисток союза «Надежда России» Женщина намерена добиться справедливости Кирилл Гуцков, «Красная линия» Всего четвертый день Павел Грудинин Находится в официальном ранге кандидатов президента России Однако этого недолгого срока хватило Чтобы он стал настоящим отрицательным героем Программ большинства федеральных телеканалов В вечернем эфире одного из них Зрители в течение нескольких часов Были вынуждены слушать компромат на Павла Грудинина Стоит напомнить, что в декабре Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции Говоря об отсутствии достойных кандидатов на выборах Заметил, цитата Не мне же самому себе конкурентов воспитывать Конец цитаты Выдвижение Павла Грудинина от КПРФ 23 декабря для многих стало настоящей сенсацией Оказалось, что воспитывать Путину никого не надо Достойные конкуренты есть И начавшаяся в средствах массовой информации Компания по очернению Павла Грудинина Тому подтверждение Правящая власть серьезно беспокоится За результаты выборов Есть явное опасение Что его кандидатура Ломает какие-то заранее намесячные сценарии Проведения избирательной кампании Что она вызывает большой интерес Избирателей По мнению экспертов, Павел Грудинин Именно та фигура, вокруг которой Может объединиться широкий спектр Оппозиционных сил различных направлений Очевидно, в течение ближайших двух месяцев Нас ждет настоящий шквал черного пиара В адрес Павла Грудинина В КПРФ к защите своего кандидата готовы Мы должны правильно понимать Что черный пиар используется против тех В ком такую угрозу ведет Если у человека нет никаких шансов То зачем тратить силы и время На то, чтобы попытаться его дискредитировать К теме выборов мы еще вернемся в нашем выпуске А пока к другим новостям Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников прокомментировал интервью Президента Владимира Путина для фильма ВЛА Глава государства сравнил коммунизм с христианством А тело Владимира Ленина в мавзолее С мощами святых По мнению Мельникова цитата К коммунистам и всем левым патриотическим силам Понятно, что коммунизм близок к христианству настолько же Насколько от христианства далека та форма капитализма Которая сегодня имеет место в нашей стране В нашей экономике Конец цитаты Коротко о других новостях в России Глава Россельхозбанка и сын секретаря Совета национальной безопасности Николая Патрушева Дмитрий Может войти в совет директоров ОАО РЖД Кандидатуру Патрушева-младшего Рекомендовало правительство Наряду с увеличением совета С 13 до 15 человек По данным опросов ЦИОМ Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье То президент Владимир Путин Набрал бы 73% голосов На второе место вышел бы кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 7% голосов Опередив кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского Сумма ущерба по делу режиссера Кирилла Серебренникова Выросла в два раза После показаний бухгалтера Масляевой Она составила 133 миллиона рублей Режиссеру предъявлено окончательное обвинение В организации мошенничества Российские пользователи айфонов Подадут иски к американской компании Эппл, которая намеренно замедляет работу Старых моделей смартфонов Представители российских истцов считают Что согласно закону о защите прав потребителя Замедление работы гаджетов Может быть квалифицировано Как очевидный недостаток товара В Москве состоялась встреча Павла Грудинина с доверенными лицами И сторонниками В ходе мероприятия Единый кандидат в президенты От КПРФ и Народных патриотических сил России Рассказал о ключевых пунктах своей программы 20 шагов к достойной жизни каждого человека Участники встречи также обсудили тактику И стратегию предвыборной борьбы Подробнее Георгий Крысенко Эта первая большая встреча Павла Грудинина С москвичами и гостями из других регионов Вызвала такой большой интерес Что не всем удалось попасть в зал Центрального дома литераторов Для тех, кому не хватило мест В фойе была организована прямая трансляция Это знаковое мероприятие Первое мероприятие Огромнейший интерес Ну в пять раз больше людей, желающих Хотели бы на эту встречу попасть Просто мы ограничены зданием И тем количеством стульев, которые есть в этом здании Если бы заказали стадион Стадион Убежден, стадион был бы наполнен Здесь собрались депутаты Государственной Думы И партийный актив КПРФ Многочисленные представители Широкого фронта народно-патриотических сил Творческой интеллигенции Ветеранских организаций Экономисты и политологи Учителя и врачи То, что сегодня происходит Это с одной стороны старт А с другой стороны рабочий момент Нашей общей кампании За то, чтобы у нас была народная власть И народный президент Фамилия Грудинин известна всем и каждому Не только в Москве и Московской области Где, казалось бы, он известен и работает А в самых широких уголках Вел встречу председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов Который возглавил предвыборный штаб Павла Грудинина Высший совет народно-патриотических сил В начале мероприятия Гостям показали документальный фильм Телеканала «Красная линия» Посвященный успехам Совхоза имени Ленина Которым руководит Грудинин Эту фантастику Директор Грудинин Объясняет абсолютно реалистично Одним забытым словом Ответственность Я от имени штаба Который создан Центральным комитетом Партии России Вместе с объединенными Левыми и Национальными Патриотическими силами Приветствую вас на этой встрече Я хочу, чтобы вы дружно Энергично поприветствовали Грудинина Павла Николаевича Нашего общего кандидата Соланского руководителя Очень естественного человека Который объединил Все лучшие силы Пожелаем Павлу Николаевичу Успехов в этой праведной И очень важный для всех вам гормян На президентские выборы 18 марта Павел Грудинин Идет с программой Под названием 20 шагов к достойной жизни Каждого человека В ее основе лежит Антикризисная программа КПРФ Принятая на Орловском экономическом форуме Два года назад Если мы с вами Добьемся победы на этих выборах Если мы с вами Сделаем так Что люди придут и проголосуют за нас Наша страна Вернется в ближайшее время В перечень великих государств Мы будем занимать Самые великые Самые лучшие места в мире Не потому что нас боятся Что у нас ядерный потенциал А потому что мы самые умные Самые успешные И самые справедливые Я считаю Что вместе с вами Мы победим Депутат-коммунист Дважды герой Советского Союза Светлана Савицкая Рассказала об опыте Совместной работы С Павлом Грудининым И охарактеризовала его Как опытного хозяйственника И борца за справедливость Реакция общества На всего нашего российского На выдвижение Компартии Российской Федерации Павла Николаевича Кандидатом президента Самая первая реакция Она уже показала Насколько люди встрепенулись Насколько они почувствовали Луч надежды Что возможно что-то изменить Надо настраиваться на победу Несмотря на то Что там социологи говорят И так далее Народ этого ждет Я уверена Что наши доверенные лица Смогут донести Вот эту атмосферу Этот настрой на победу Список доверенных лиц Павла Грудинина Уже сформирован В него войдут Около 500 человек Сейчас все они Собирают документы Для подачи В Центральную избирательную комиссию РФ Приступить к работе Доверенные лица Смогут только после официальной регистрации Георгий Крысенко Николай Домрин И Алексей Шеляков Красная линия Финская компания Верцеля Отказалась Поставлять генераторы Судостроительному заводу Залив Расположенному в Керчи Отказ от поставок Дизельных генераторов Вызван санкциями Евросоюза В отношении Крыма Коротко о других новостях В мире Министр иностранных дел России Сергей Лавров Провел большую пресс-конференцию По результатам работы ведомства В минувшем году Министр заявил, что 2017 Во внешнеполитическом плане Был непростым годом Учитывая напряженность В разных регионах мира Президент Турции Реджеп Тайпердаган Заявил, что так называемые Силы безопасности границы Создаваемые на севере Сирии Антитеррористической коалиции Под руководством США Угрожают национальной безопасности Турции И будут уничтожены По сообщениям мировых СМИ Во Франции задержан Швейцарский бизнесмен Александр Штутхальтер Который предположительно Связан с делом Российского сенатора Сулеймана Керимова Бизнесмена подозревают в том Что он был подставным лицом Керимова В ходе операции По приобретению недвижимости И отмыванию средств В Берлине прошло Памятное мероприятие В связи с 99-й годовщиной убийства Основатели коммунистической партии Германии Роза Люксембург И Карла Липнихта В траурном марше И возложении венков на могилу Революционеров Приняли участие Лидеры немецкой левой партии Из-за драки на ножах В пермской школе Номер 147 Получили ранения 15 человек Как только поступили сообщения О чрезвычайном происшествии Туда прибыли сотрудники МЧС Полиции И скорой помощи Инцидент произошел В 10 часов утра Драка между двумя подростками 15 и 16 лет Началась в коридоре Затем они ввалились в классы Где занимались четвероклассники Учительница попыталась Их остановить Но была ранена в шею Учащиеся Также получили Ножевые ранения Зачинщиков драки Задержали Одного из них Увезли на скорой помощи В наручниках Также госпитализировали 12 детей С резанными ранами Головы, рук, груди и шеи Ученикам с незначительными травмами Оказали помощь на месте Двум подросткам и учительнице Сделаны операции Они находятся в реанимации В тяжелом состоянии Зачинщики драки Также ранены В полиции сообщили Что один из подозреваемых Ранее состоял на учете В психоневрологическом диспансере Как сообщает Следственный комитет Российской Федерации По Пермскому краю По данному факту Возбуждено уголовное дело По статье О покушении на убийство Двух и более лиц На этом наш выпуск завершен Всего доброго До свидания Субтитры создавал DimaTorzok